Девочки, привет, мои любимые и мои дорогие. Сейчас я уже с микрофоном, уже научилась, уже с собой таскаю. Сто лет я не одевала капронки. Сейчас одела капронки. Короче, еле-еле их натянула. Я уже отвыкла от них. Сейчас волосы тоже приготовила, все приготовила. И думаю, мне же на брови надо. Вот обратите внимание на мои брови сейчас, и потом какие они станут. Вот смотрите. Надеюсь, что будет улучшение. Девочки, сейчас я вам покажу, как я оделась. Капронки одела, если что. Я с микрофоном смогу, наверное, далеко пойти. А ну, короче, вот так. Видите, одела капронки совсем. Не знаю, такое у меня ощущение, что я такая натянутая. Ну вот, ноги да такие натянутые, короче. Видите, да? Сейчас одену свою обувь. Мне в час тридцать надо там быть. В час тридцать надо там быть. Сейчас у меня есть такие ботики красивые. Я их купила с таким удовольствием. Но их тоже давно не ношу. Сейчас я вам покажу. Короче, они вот такие. Они мне так нравятся. Они такие удобные и все. Как это неудобно, девочки. Колготки. И это все. Надо было мне взять свои ботфорды, если честно сказать. Они больше подходили бы сюда. Но это будет слишком. Тоже не хочу. Такая вся. Вся такая дочеровано идти. Понимаете? Еще как цена закрутит. Короче, вот. Ой, короче. Так удивительно. Девочки, какие эти расходы. Каждый день эти одевать. Ах, как удобно. Вот одела ты брюки и все. Ой, а это еще, когда они скатываются вниз. Это вообще кошмар. Одела брючки, девчонки, да? Спортивные, да? Все-таки здесь так по кайфу насчет этого. Здесь вообще не заморачиваются люди, да? Вот с этим. Ну вот. Как сказать? Вот сейчас я вот. И накраситься нельзя, короче. Сейчас, ну, я же сейчас буду глаза делать. А так бы я чуть-чуть подкрасилась бы, конечно. Что-то мне хочется. Может, потому что весна приходит. Что-то мне хочется накраситься, выглядеть хорошо. Даже напудриться не смогла. Ну, ладно. Потому что она сказала, не накрасься там. Короче, ты рым-пырем. Посмотрим, разрешит ли она мне снимать. Или не разрешит. Но я к ней раньше часто ходила. Надеюсь, разрешит. Ну, если не разрешит, тоже ничего страшного, девочки. Что теперь поделаешь? Не разрешит, так не разрешит. В час тридцать. А у меня девочка в два часа выходит. Я не знаю, сколько она, конечно, задержана. Наверное, час-полтора. Я даже... Ну, там есть чуть-чуть кушать сделано, да? Не знаю. Может, пиццу закажем сегодня, посмотрим. Потому что я, наверное, не успею. А так я не хотела... У меня же муж такой капризный, девчонки. Вот если я сейчас готовлю, и надо будет подогреть, он не очень хочет это кушать. Вы понимаете? Вот вчера, например, вот я делала соус. Делала соус. Там чуть-чуть осталось. Этот соус, конечно... Я и моя дочка будем доедать. Он не поест этот соус. Скажет, мне это не нужно. Он скажет, я это не буду. Это вообще... Они вообще считают, что еду, которая не только сделана, это вообще бесполезная еда, короче. А мы поскольку разгрели и ели. Здесь очень разбалованные. Почему? Потому что это сейчас молодежь работает. И женщина, и мужчина. Раньше здесь вся женщина не работала. Дома сидела, за детьми смотрела. И все время у них свежая еда была. Вот поэтому здесь дети и мужчины разбалованные. А сейчас вот эта молодежь, которая идет, вот как вот Адамчик, например, еще чуть-чуть взрослее его есть. Там, ну, 30 лет, короче. Они уже не капризные на еду. Они уже едят то, что ты им поставишь. Почему? Потому что им как-то уже все равно. Они вот эти привыкли. Вот полузаготовки, да? Это самое. Девчонки, как хорошо, когда волос вот так уложишь. Но он не держится у меня, девочки. Завтра я проснулась. Могла бы утюжком пройти. Ну, я сама так укладку себе сделала феном, да? У меня неплохо получается феном укладка. Вот так. Если утюжком пройду, конечно, он чуть-чуть вот так будет. У меня лицо худее кажется. А когда волос вот так чуть-чуть надут, и как-то полнее кажусь. Да, это все ерунда. Самое главное. Ой, девочки, хоть я несколько раз делала это, да, но все равно сейчас волнуюсь. Я никогда такую цену не платила, конечно. 240 евро. Я не знаю точно, 240 или 270. Вот я не помню, сколько она мне сказала. Вот у меня что-то между-между стоит. Вот. Если... Я с собой только 250 взяла. Ну, если что, в следующий раз скажу. Я же должна буду прийти еще раз. Она вот сейчас мне сделает. Ой, девчонки, не знаю почему. Как-то мне вот жалко эти деньги отдать, да? Я в этом месте такие расходы сделала. Ну, ладно, я не жалуюсь, девчонки. Я просто с вами это самое делюсь, да? Сейчас мой яданчик прогулял. Томасика начинает. Что-то он такой ворчливый. Я не знаю, что с ним. Может быть, с кем-то поругался. Может быть, с девушкой со своей поругался. Еще что-то. Что-то он такой недовольный, ворчливый. Вот так. Так что, девчонки, сейчас вот. Через полчаса выйду. Пойду посмотрю, что там, как там. Волнуюсь, девочки. Как будто первый класс. Я представляю, какие у меня будут глаза, девчонки. Вот сейчас смотрите на меня. Будут, наверное, вот такие шарики. Это же все-таки. У нас насчет этого молодцы. У нас крем мажут, да? Крем мажут, оставляют. Я помню, вот мне, когда в Махачкале мы делали, мне делали, они пленку ставили, крем мазали, пленку ставили. Все равно больно было, но терпимо было, да? А на глаза ничего она мне не мазала. Глаза я потерпела. Ну, тогда молодая я была, девочки, наверное. Поэтому и губы же я тогда сделала. Меня мама заставила и губы сделать, стрелки сделать и брови исправить. Потому что брови были ужасные. Каждым разом лучше. Но, девчонки, они отмываются, смываются, уходят. Может, из-за солнца такого, что здесь такое яркое солнце и все это, да? Может, из-за этого. Хотя я уже, не знаю, наверное, ну, это все равно ли, девчонки, я такая белая. Я вообще белая, если честно сказать. Но здесь я хоть как бы ты ни старалась под солнце не попадать все равно, но ты попадаешь все равно, но ты загораешь, да? Ну, был один момент, что я так загорела, девчонки. Я как шоколадка была, как шоколадка. Мне все говорили, ты из Колумбии? Я говорила, ничего себе, Колумбия. Я говорила, нет, из Африки. Так что вот так, девчонки. Так что вот так. Здесь в подъезде дверь не открывается тоже. И люди жалуются, бумажку написали. Говорят, давайте, говорит, поменяем замок в подъезде. Давно пора. По полчаса я там стою, коверкаюсь, коверкаюсь, не могу открыть. Но мой сыночек быстро открывает. Он уже понял эту систему. И это все. Так, девчонки, не прощаюсь с вами. Надеюсь, что у меня все получится, короче. Потом покажу. Девочки, как маленькая девочка. Мальчики тоже. Как маленькая девочка. Переживаю, нервничаю. Короче, еду. Короче, еду. Вот так. Так, девчонки, спасибо вам, что вы мне... Я не знаю, сейчас будет слышно, не слышно. Сейчас уже не могу с микрофоном в машине. Говорю моему сыночку, ты мне заказал микрофон? Есть микрофон. Он мне говорит, нет, не заказал. Я говорю, закажи, я же тебе сказала. Так что закажет он микрофон. И буду его оставлять на квартире здесь. Ой. И кушать не приготовила. Ничего не сделала. Сказала, давай пиццу закажем сегодня. Как ты на это смотришь? Моему мужу. Он такой, ну, это тебе решать, если ты это самое не изготовила. Он не очень любитель вот этих пиццей, миццей. Он любит домашнюю еду. Ой, что это она у меня стала потеть, что ли? Этот. А там он на этом был, наверное, по этому. На стеку стала потеть. Слушайте, один день помоешь машину, и все. Уже на второй день надо мыть. Потому что там, где я живу, вчера такой был дождь, девочки. Не поверите. Ребята, вообще, такой дождь был. Вот, как будто с ведра, да, вот. Весь день шел дождь. Весь день шел дождь. Так, наверное, мне надо так поехать. Хотя и так могла. Ну, ладно, разницы нету. Так поеду. Рестораны у нас до сих пор закрыты. Только вот кафешки, завтрак можешь делать. Ну, я уже и не хочу. Вовнутрь нельзя. Это самое. Люди расслабились уже. Ну, каждый день статистику смотрю. Статистика все. Это самое меньше не становится. Вот так. Сегодня репетитор тоже придет. Мои доченьки. Вроде бы довольная она. Вроде бы она довольная. Сегодня у нее экзамен был. Не знаю, как она там на экзамене. Но у нее по-английскому. Я за это даже не переживаю. Вот если бы было бы природовидение, я бы переживала бы. Сейчас с этой атмосферой, вот это все, да, вот по природовидению, да, девчонки, у них сложно. Вот я не знаю, почему. Вот есть сложно. Я думаю, что все-таки от учителя зависит многое. Вы мне правильно пишите. Вы мне правильно пишите. Вот у нас по химии, да, была одна учительница. Как я не любила эту химию. Вот не могла, да. И она мне говорит один день, выйди к доске. А я так стою такая, и не хочу выходить к доске. Я говорю, да я не хочу. Она говорит, выйди. Я говорю, да я не хочу. Она мне говорит, ну пожалуйста. Я так удивилась, что она мне сказала, пожалуйста. Так как она мне сказала, пожалуйста, я думаю, ну давай выйду. Вышла, и она мне там какой-то, вот сейчас не помню, девчонки, честно говоря. Она мне какую-то формула, давай проезжай, проезжай, проезжай. Ну что ты, блядь Блин, вот не люблю таких, да, вот Раз ты лезешь, да, вот уже залазить, да, нормально Мне пришлось снутри уже Тоже это неправильно Надо, надо так Мне пришлось снутри Ну ладно, что теперь делать Из-за нее И это, я выхожу, и она мне говорит Напиши, говорит, там формулу какую-то Ну, девчонки, я не знаю, как получилось Пишу эту формулу Вот именно эту как раз-таки и знала Вот честно говоря Там, теперь там Напиши мне формулу воды, что ли Вот не помню Короче, я ей пишу Она такая, вот видишь, вот видишь, ты же знаешь А что ж ты так не хотела Я так удивилась С такой нежностью Я так просто поразилась, да Вот после этого я как-то стала стремиться К ее занятиям Идти лучше И это все Девчонки, я как всегда На полчаса раньше Ну, вот вообще в голове не хватает, что ли, у меня Ну, почему я вот такие вещи делаю Вот всегда я боюсь, что я опоздаю Всегда Всегда я боюсь, что я опоздаю А чего бояться, не знаю Вот здесь я машину можно оставить Хотя, наверное, и там я сейчас посмотрю Ой, как раз напротив нее тоже есть Вот здесь я Вот где написано Алисия Мартин Как раз вот здесь я Вот здесь я машину оставлю Надо сейчас Надо сейчас Купить этот Ну, проездной, да Вот, не проездной, а вот эту Так Через чугу близко поставлю Вот так Прям сейчас я вам ее дверь покажу И все Я прям Я прямо парковалась Прям напротив нее, девочки Это же надо так повезти Прям напротив двери Сейчас я вам ее покажу Не ее, а ее кабинет Сейчас покажу ее кабинет Минук Вот я тут нам в машине А это ее кабинет Видите? Ой, так Там Так, короче Подождите Акку на спущу И вот Здесь я в машине И вот ее кабинет Называется Там Обли-добли Обли-добли Видите? Вот этот Я не знаю, как это будет на русском, да Алисия Мартин Пунтуком, короче Алисия Мартин Пунтуком Вот так Нельзя, говорит, заходить Только, говорит, клиентам в салоне Короче, вот так Ну, пока Ну, пока тогда В инстаграм зайду Отвечу Отвечу девчонкам Мальчишкам Отвечу с инстаграма Ой Я аж покраснела, нет Так Я аж покраснела А ну, что там пишут Что мне тут пишут Ой, девочки Здесь слишком много Это голосовое Не могу поставить Это Все нормально Не обижаемся Все нормально Занятой человек Ей здесь Тоже подписалась Любит вас Ну, давай Позвоним Давай Позвони Позвони Я говорю Наверное Занят А она Чуть Не плачет Так Позвоню Девочке Раз она так просит Позвоню Так Наверное Я с вами закруглюсь А то не буду же я Подождите Посмотрим Она возьмет Трубку или нет Не берет Так что Зульфея Я к тебе звонила А потом Вы мне говорите Вот так Сейчас посмотрим Возьмет Думаю Нет Звоню Но не берешь Не берешь Ой Я думала Это моя заловка Так похоже А моя заловка Вот здесь А недалеко живет Может потом К заловке моей зайду Ой Девчонки Смотрите Сколько сообщений Так что Это все Послушать Я сейчас Не могу Это я все Послушать Не могу Подождите Я вперед Дронусь Есть у него Место Или нет А есть 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 Все Есть Запарковался Молодец Молодец Так что Я потом Послушаю Я потом Послушаю Хорошо Вечером Я сейчас Возле процедуры Иду на бровки Так что Попозже Послушаю Вот так Хорошо Дорогая Сейчас как раз Ролик делаю И говорю И наверное Будет слышно То что я говорю Ну ты знаешь Что это я тебе говорила Моя дорогая Я сейчас набирала И как раз ролик делала И ты трубку не делала Думала Завтра Глюсь роликом Но ты трубку не делала Так что сейчас еще раз попытаюсь позвонить Если возьмешь Трубку возьмешь Не возьмешь Ну В следующий раз Ой девочки Я не знаю почему От нервов Или что Я даже проголодалась Ну я что там Позавтракала совсем Как Как кошка поплакала Чай там Совсем чуть-чуть Это вот Не знаю почему Вот когда вот К сестре прихожу Почему я всегда говорю К сестре Потому что все равно Для меня это ее квартира Когда сестре прихожу У нее что-то Ну как-то это самое Но когда одна Как-то вот Я сразу хочется Мне стрим сделать С кем-то поговорить Не хочу там одна оставаться Не из-за чего-то Девчонки Я ничего не боюсь Не из-за чего-то Но как-то сразу Тоска набегает Знаете Как-то сразу становится Одиноко Что ли Вот так Знаете Вот мне сколько людей Написали Да там Вот там Ну короче Всякое А между прочим Я не только одна такая Очень много людей Мне пишут Я вот тоже За границей живу Тоже Одиноко себя чувствую Есть знакомые У всех У кого нет знакомых У всех есть знакомые Я причем здесь 20 лет нахожусь Да Ну просто Одно дело Знакомые Другое дело Вот Подруги Понимаете Подруги Хотя сейчас Я знаете Что заметила Да Уже это даже Уже Уже даже Это Это так Вот сейчас Мне в 45 лет Как-то вот Ну не знаю Сложно как-то Знаете Уже как-то Уже как-то вот так Постоянно открываться Здесь о людям Во-первых Здесь русскоязычных Нету А которые есть Они мне не интересны Есть здесь Две русскоязычных Которых я знаю Лично Мне с ними Не интересно Одна есть Ой девочки Ну такая Высокомерная Такая Высокомерная Вот знаете Вот Я вот чему Удивляюсь Да Ее муж Привел Оттуда Там такой муж тоже Там такой муж тоже Вот как Крюгер Там она Короче Другая Так интересно Девочки Другая Русскоязычная Которая с ней Общается Мне говорит Ой да ладно Он ее там За тарашку Имел Там туда Сюда Короче Ну разговоры Да вот эти Она сюда приехала Девочки И конечно Она там видать Ничего не имела А здесь Он работает Там знаете Теща Свекровь Квартиру Купила Подарила Короче Знаете Она взяла Своего мужа Так раз Так крутанула Против матери Поставила Он тоже Как Вот это Тоже не понимаю Как ты можешь Вот Почему мужчины Вот такие Странные Да Девчонки Или совсем Матери В задницу Заходят Да Или Против Становятся А вот Так сказать Слушай Ты моя Жена Я тебя Люблю И уважаю Но это Моя мать Ты за нее Ничего не говори Я Вот почему Вот так Не получается И вот Почему Вот таким Женам Которые Вот Так Можно Так Молеперу Короче Крутанула Его Да Что Он С матерью Ой Девочки Сережка Упала Представляете А я же С вами Наверное Хорошо Что здесь Упала Вот Так Она его Крутанула Девочки Что он Даже Ей в лицо Не смотрит Представляете Она Ему квартиру Купила И то И это А почему Девочки Потому что Она всю Жизнь Жила Ради Них Ради Него Там Ради Атису Там Такой Пинчушка Короче Она все Оставила И она Сейчас Полюбила Какого-то Иностранца И с этим Иностранцем Живет Он Ей Сумки Таскает И все А он Работает Не работает Ваша Какое Дело Твоя Мать Счастливая Под Старостивить Счастливая Стала Такая Довольная Она Так Похорошила Она Как Лошадь Работала Вот Сейчас Против Нее Короче Все Старятся То Что Она Своё Счастье Нашла Какие Все Такие Дети Эгоисты Вот Какие Дети Эгоисты Вот Сейчас Представьте Себе Сейчас У меня Дети Вот У меня Какой Бо Муж Хороший Не Был Ну Как Моя Золовка Ну Разлюбила Она Его Не Хочет С ним Жить Какое Имеют Право Дети Сказать Ты Ни с кем Больше Встречаться Не будешь Или Папа Короче Это Каждый Человек Отвечает За Свою Жизнь Каждый Человек Отвечает За Свой Грех У Каждого Своя Жизнь Ты Можешь Посоветовать По-доброму Ты Можешь Как-то Знаете Вот Ну Указывать Человеку Как Ему Жить Да Никто Не Имеет Права Никто Никому Ничем Не Обязан Никто Короче Это Мое Такое Короче Че попало Говорю Потому Что Наверное Ничего Так Девчинки Давайте Я с вами Прощаюсь Потом Потом Покажу Результат Вот Сделаю Покажу Результат Пока Девочки Смотрите Она Мне Делает Разрешила Меня Снимать Короче Еще Не Доделала Вот Она Как Мне Делает Сейчас Я Вам Процесс Как Она Делает Чуть Чуть Больно Не Говорю Что Нет А Тянуться Себе Алисе Ух Чикас Девочки Извиняюсь Короче Долгое Работает Оно Девочки Смотрите Она Мне Делает Разрешила Мне Снимать Этот Бровь Уже Почти Второй Раз Записываю Потому Что Была Музыка Она Убрала Такая Она Молодец И Зовут Алисия Так Что Если Кто Хочет Кто Недалеко Живет От Меня Можете Прийти Она Вам Сделает Скидку Сделает Она Говорит Что К ней Девчонки Проходят Сдалека Тоже Но Посмотрите Как Она Хорошо Сделала Как Как Один В Один Вот Видите Они У меня Вот Отсюда Начинались Вот Отсюда Такие Куртито Куртито Как Будет На Русском Короче Короткий О Вспомнила Куртито Короткий Видите Она Такая Щепетильная Аккуратно Так Все Вообще Молодая Девчонка Честное Слово Такая Молодая Алиса Канта Неба Страхан Девять лет Девочке Как Она Этим Занимается Этим Тратамент Алиса Холеньки Буква Ей Но Секом Ок На Форма И Тоду Девочки Форму Она Мне Исправила Посмотрите Да Мне Так Нравится Пока Нравится Девчонки Короче Короче Становлюсь Красотка Кажем Разом Лучше Я На туалет У нас Все Девочки Больше Не буду На туалет Вот так Девчонки Она Говорит Нет Нет Ты мне Не мешаешь Через Полтора Месяца Нужно Будет Пройти Она Короче Если Там Что-то Не Так Короче Заполнит И Все Через Полтора Месяца Здесь Такой Специальный Свет Она Поставила Вот Видите Вот Этот Свет Вот Так Ну Короче Девчонки Буду Красотка Буду Красотка Буду Красотка Ой Что-то Она Повернулась Я Извиняюсь Я просто Лежу На Кушетке Правильно Сказала На Кушетке На Кроватке Короче Лежу Я В час Половиной Сюда Пошла А Уже Уже Третий Час Вот Так Аккуратно Она Мне Полчаса Оставила С этим Она Мне Крем Намазала Все Но Я бы Не Сказала Что Прям Нетерпимая Боль Больно Но Это Все Терпимо Красота Требует Жертв Девчонки Потерплю Посмотрим Что будет Что получится Результат Но пока Мне нравится Она Она Говорит Можно И Глаза Затушевать Говорит Растушевкой Можно Глаза Тоже Сделать Короче Глаза Тоже Стоит Так же 200 С чем-то 200 250 Глаза Тоже Стоит Глаза Глаза 250 Брови Тоже 250 Губа Если Хотите Он Губа Тоже Делает Потом Я Уже Сделаю Этот И Вот Этот Не знаю Как Это Короче Налицо То Что Вот Это Она Будет Делать 60 Евро Стоит Если Ты Там Короче Плачешь Сразу 5 Они Получаются По 55 Если Ты Плачешь Сразу 10 Сеансов Получается По 50 Вот Так Короче Я Вам В конце Покажу Результатик А так Ничего Не Видно Нет Вы Даже Не Видите Нет Я Сама Не Вижу Что Она Там Делает Вот Стараюсь Посмотреть Я так удивилась Он сказал Снимай Снимай Мне Все Равно Это Редко Кто Так Говорит Вы Че Никто Не Хочет Никто Не Хочет Чтобы Его Снимали Не Работу Ничего Кого То Я Не Знаю Что То Здесь Такое Вы Мне Писали Там Так Это Называется Так Вот Это Как Называется Вы Мне Потом Скажете Как Семь Тратамент Микропикментацион Микропикментацион Все Тво Палавра Теннис Морара Микропикментацион Короче Не Зная Вот Так И Порки Микро Поз Порки Не Порки Порки Не Не Ни Не 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 Оanders Л she а Вот так, девочки, видите? Супер, а? Мне пока нравится, потом посмотрим. Короче, все, девочки, сейчас чуть-чуть вас оставлю. Полежу, покайфую. Смотрите. В эту пятницу я пройду к ней, она должна мне сделать вот эту вещь и покажу вам пятницу тоже. Все, девчонки, давайте, оставляю вас. Девчонки, честно скажу, какую я боль прошла. Какую я боль прошла. Сейчас я вам покажу, как у меня осталось, как это все опухло. Подождите. Какой вид. Как у меня все опухло, даже здесь опухло. Вот не знаю, посмотрите, как вам, нравится или нет. Она мне сказала, через пару дней, через какую боль я прошла. Я это одна только знаю, это больно, девчонки, это очень больно. Как вам результат? Она говорит, может быть, может быть, может быть, чуть-чуть темнее будет. Будет, да, вот темнее чуть-чуть. Так что вот так. Чуть-чуть красноватый какой-то оттенок есть, нет? Она говорит, сейчас у тебя так, завтра чуть-чуть темнее, потом, короче, пару дней, говорит, посмотришь. Короче, прошла я такую боль. Надеюсь, что все будет хорошо. У меня все лицо опухло аж. Или мне так кажется. Больше двух часов она мне это делала. Такое было ощущение, что она мне режет. Чики-чики-чики. Но мне до этого тоже вот так здесь отделали, да? Но я уже, может быть, забыла боль. Может быть, я забыла эту боль. Ну вот. Короче, вам показываю. Напишите мне, как вам нравится, не нравится. Замерзла я там, а тоже. Короче, вот так, девчонки. Вот не знаю, как-то мне непривычно на себя сейчас смотреть. Какая-то странная, нет? Чуть-чуть по-другому стало. Ну, не знаю, понравится вам, не понравится. Мне как-то еще странновато. Как-то не знаю. Но это все опухло. Еще и спуститься должно. Ой, мамочки, девчонки. Короче, все. Все, сейчас точно прощаюсь. Это уже точно.